здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор захара прилепина многие когда я запустила то что буду его разбирать многие у меня спросили а кто это такой поэтому я не буду сейчас очень долго объяснять кто это такой пусть он сам о себе расскажет а я потом немножко дополню и так я включаю первый фрагмент вот впервые я подобного подобного рода деятельностью начал заниматься девяносто шестом году заехав в разгар чеченской войны первой собственно вот грозный с товарищами своими там да ну и там были последующие разнообразные события там кто-то погиб кто-то выжил а потом прошло после этого там 22 23 года много лет прошло после этого я там ну растерял какие-то связи со своими собратьями по омону вот ну а потом вот мы встретились там да кто-то из них дожил вот до нынешних и опять пошли кстати воевать я впервые понял что вот эти вот у дюма 10 лет спустя 20 лет спустя это никого значения не имеет детстве казалось что это очень долгие расстояния на самом деле фигня как он 20 лет прошло опять мы встретились опять куда-то там пошли как романтично он об этом рассказывает как будто вышел погулять но часть ребят просто умерла там от пьянства как правило от каких-то там своих там глубоких разборок там я не умра и не дожили и кстати неизвестно что еще будет с теми людьми которые побывали на и свою там я думаю травма психологическая намного больше и намного хуже это все потом отразится на нашей социальной жизни ну да ладно давайте продолжим слушать нашего героя я в думаю ну какая собственно говоря разница там да ну вот вот ну вот либо ты пережил эти события на 5-7-10 лет и нас пился там скурился или еще что лежишь там никуда уже не годный кроме кроме рыбалки либо ты погиб там в грозном либо ты погиб в донецке разницы никто никакой нет это все равно ну конечно разницы нет никакой сколько людей ты с собой заберешь какая разница правда так или иначе ты закончишь эти дни если ты ну восстал над своей глиняной природы человеческой и и кстати насчет своей глиняной природы человеческой пожалуйста отвечайте за свою природу человеческую потому что я как мать четверых детей я не хочу чтобы мои дети восставали таким образом над своей природой она у них не глиняная я понес жизнь в дар тому во что ты веришь но это ты веришь они я и не мои дети что же в этом плохого я вот за границей бывал десятки раз там люди живут хуже чем я и мой круг моих товарищей моих писателей музыкантов знакомых все мои знакомые парижане живут хуже ну в общем перед вами убийца который побывал сначала на чеченской войне потом в других горячих точках помните стрелков то есть гиркин он тоже ту же самую историю рассказывал как он искал способы заработка потому что нигде больше ничего не умеет делать но этот приспособился получше он стал писателем довольно известным в россии и сейчас он примкнул к z патриота вернее даже возглавил это направление и как человек обладающий неплохими мозгами да даже очень хорошими манипулятивными способностями которые я сейчас вам покажу в этих роликах да он хорошо устроился причем так хорошо что живет лучше чем парижане так что парижане нервно курите в сторонке у нас есть люди которые живут лучше вас так что порадуемся за нашего дорогого захара прилепина и продолжим дальше смотреть про него кино и так значит что касается того человека который покушался на него да кстати недавно на него произошло покушение где я погиб его телохранитель он же водитель и чуть не погиб он я думала что он погиб там очень серьезный был взрыв этот кто покушался его схватили потому что у него не было шанса выйти это человек был естественно как-то заслан с украины хотя кто его знает может и там неизвестно там и он попал в руки следствие и в общем дает те показания которые надо значит как относится наш герой очень благородно да давайте послушаем как благородно он относится к своему кто кто покушался на него да вот этому не состоявшемуся нет он убийца он убил получается его телохранителя и чуть не убил его давайте посмотрим отношения да и посмотрим главное по невербалике что там на самом деле под этой благородной маской что там прячется он признался в совершении теракта 2018 был завербован украинскими спецслужбами 22 года заехал на территорию российской федерации с целью убийства ликвидации захара прилепина вот вам так знаете по иронии судьбы не обидно что по сути это сделал как бы ваш донецкий парень слушайте там там вся война происходит между нашими донецкими и нашими криворожскими и днебропетровскими и харьковскими парнями у нас вы все-таки как писатель наверняка мы все знаем все эти литературные сюжеты про то что посмотреть убийца в глаза какие-нибудь встречи из фильма смотрите как он поджимает губы напрягает челюсть облизывает уфы из литературы вот у вас есть такое внутреннее желание встретиться с этим человеком не не предлагали предлагали смотрите сначала голова на бок полюбуйтесь мной а потом пошли жесты очень очень интересно когда ли это мощная ставка игру сейчас смотрите закрывает шею и это говорит о том что ему страшно он боится этого человека даже в тюрьме вот такая вот история опускает челюсть досада да значит что он опускает челюсть это подавленность и гладит сзади шею это ответственность которую он брать на себя не хочет перед нами трус который сейчас нам рассказывает о том что умирать не страшно но в общем то зачем там не остался да вот и я вижу что в данном случае человек он он не испытывает никаких хороших или плохих нет он естественно плохие он скрывает а хорошие которые он нам демонстрирует это на самом деле не что иное как страх перед тем человеком который уже арестован который уже сидит но видимо он боится этого человека поэтому вот такие жесты нужно что это же это как раз слишком литературно я встречусь скажу ты убил сашу моего друга там ну это все писатель на самом деле я военнослужащий я людей которые стреляли в меня в моих товарищей пленных разнообразных я их видел очень много в своей жизни ничего там судьбоносного не происходит он просто убийца он привык убивать он привык видеть смерть и вот это это герой нашего времени это просто знал напуганный человек который сидит перед тобой и он ничем никогда не похож на вот твоего врага который в тебя там только что там или недавно стрелял там ну как правило за редчайшими исключениями все люди выглядят так как будто вот их вот так вот выжили и и все и вот там оболочка только человека сидит и смотрит на тебя за отравленными глазами возможно он боится увидеть это да и боится испытывать муки совести она совесть все равно придет же удовольствие никак не какую-то прийти как отсаживается то есть он реально боится видеть этого человека тут даже речь не о том чтобы пойти его как сын этого как его напомните мне кадырова как и избил вот этого парня да нет тут тут надо еще сыграть роль благородного понимаете не тот возраст но при этом он его боится но отомстить не знаю избить его или что-то сделать за другого никогда и у меня этого и не было еды кивает не было до час уже не появится вот этого но такого прямого желание непосредственной месте потому что она ничего есть другие способы зачем прямо это делать можно же сделать это тихо исправляет конечно же она никогда на суд не пойдет на суд не пойдут не минуту все это у меня очень много погибло товарищи очень много там уже целый целый кладбище которых я любил которые были вообще самыми дорогими для меня людьми на свете и но части их убийцы я знаю там где они находятся там и знаю ну да этот был просто телохранитель одним больше одним меньше господи какая разница да а дальше по поводу бучи тоже интересно давайте послушаем вот вам так знаете по иронии судьбы не обидно что по сути это сделал в израиль уже дуб смотрите как отсаживается вот всегда он отсаживается на тех моментах когда ему не нравится дома не было бы просто целиком сразу же и все они пошли бы дальше а мы так вот воюем понимаете и в этом смысле я не разделяю позицию сашек смотрите часы это здесь в данном случае как нетерпение и отсаживается если он такое говорил она заставляет всех остальных людей спрятаться по кустам и все и они там прячутся вообще на самом деле за время пока был окружен киев этих буч можно было устраивать просто на каждом углу зачем это сделали там какой-то буч по по этой вот дороге с какой целью то есть ну то есть это все это и выглядит идиотский с точки зрения он нервничает он боится узнать правду или может знает что-то но здесь вот играет роль благородного но вот это отсаживание говорит о том что он волнуется и естественно понимает что рано или поздно докопаются до настоя до истины ну собственно военной логики то есть она начивание ненависти коррендующих назаров ну что он хоть он за эти два года рассказал почему здесь дальше все жесты отсаживания на каких темах он отсаживается вот на тех темах он чувствует себя неуверенно он кстати гораздо популярнее гурулёва там да и для россии значиме там да безусловно глуховский акунин улицкая и дмитрий быков между собой а захара прилепина там нет потому что все мировые издательства с ними не работают что он за пыл за границей он же завоевывает но завоюешь тогда все страны раскроют перед тобой объятия называется конкуренция она так и выглядит понимаете не только захар но здесь кто-то соберет как он обижен сегодня разве концерт извинись и приезжай обратно в россию и займешь свой кабинет но это наверное и верно это не ума пример ну конечно плохо конечно плохо потому что вверх это не искренне во вторых это мафия она мафия и канал нтв где вы работаете 0 минут то есть вообще был полный игнор да это правильно нет конечно не хорошо не хорошо получился это по поводу его друга этого пригожина они они тоже очень хорошо и пригожин и гиркин и так красивенько он от них отошел то ничего почему это понимать как с похоронами видите ну ничего отсел закрылся что говорит о том что он ему не нравится но пока пока да я пока отсяду пока я пронаблюдаю да потому что трус потому что только на словах над своей глиняной сутью вот эти вот лозунги да а дальше лозунгов ничего да ну плюс убийца да по буча подробнее давайте посмотрим то есть отсаживание вы видели идем дальше ну то есть все понятно что там было раскручено там будь вот это вот жест давайте это прикроем знаете как говнецо прикрыть салфеточкой да и не заметить вот примерно то же самое этот жест и обозначает что до каких-то катастрофических степеней еще несколько вещей как которые ну как минимум сомнительны по я не скажу что я специально занимался этим вопросом я просто увидел этот замечательно я не читал но я против но я отстаиваю эту точку зрения замечательно я не знаю что там было но я я не согласен с этим ролик сразу когда все это произошло трое пен там уже были какие-то международные ну не знаю ему что вас есть эти бумаги я бы их уводит взгляд и видно как локоть идет в сторону то есть он отталкивает локтем а мы с вами знаем что когда человек отталкивает локтем ему эта информация не нравится он хочет от нее отойти немножко или оттолкнуть ее локтем изучил с большим интересом кто там что увидел и как насколько я знаю французские исследователи занимаются бучей результатов финальных еще нет но так сложно что вот они не могут уже два года уже разобраться как же так что там будет любом случае уровень насилия так расслабился расслабился потому что все-таки каких-то четких аргументов он не услышал и конечно же это способ об этом не говорить и не оправдываться да но оправдание когда-то все-таки придется дать идем дальше дальше вот вот с этим жестом еще хочу вам набросать темы по которым он хочет эти темы замять там часто он это делает потому что ну естественно ему хочется многие темы замять потому что многие темы он не может доказать даже при всем его арсенале манипуляций которым мы обязательно подойдем в следующих роликах ну то есть я заделись вот серьезно считаете что нет ни одного солдата именно с российской стороны которые совершают тоже сверстов в действии еще раз и подобные вещи подобные вещи не исключены они вниз вот соловьев кричит он по-немецки дурным голосом гурулев и это все производит впечатление дурдом соловьев ладно марго это все-таки ваша видимо бывшая подруга вы про нее как бы сами расскажите мне я сам отморозок просто и панк это говорилось совершенно противоположного смысла для первых безусловно вот они идеологи вот этого z патриотизма отморозки панки убийцы вот они кто на господина залужного работает вся или там серьезная часть медиа машины запада в том числе потому что он исполнять не только военные но и политические но и политические функции в том числе рассматривается как один из кандидатов президента на место господина зеленского это серьезная большая политическая игра у на перед у нас такая задача воспитать из какого-то боевого генерала конкурента путину не стоит не перед нашим видите как он старается это замять то есть давайте об этом лучше будем так я я вам скажу и замнем эту тему медиа не перед администрации президент марш вот этот на москву не но этого не понимает никто но это по пригожина тут знаете худо бедно можно предположить какое количество разнообразных структур было подключено ко всей этой истории я не думаю народный герой во первых вот все анатольевна мы сами взрослые люди и прекрасно манипуляция но это 0 1 потому что там дальше я вам покажу разные манипуляции мы с тобой взрослые люди еще вариант мы же с тобой умные люди да ну мы же знаем то есть эта попытка человека как бы пристыдить да ну тут человеку либо сказать нет я ну вообще противоманипуляция это сказать нет я не знаю прикинуться дурочкой вот это самая лучшая манипуляция контр манипуляция будет но в данном случае он использует ну во первых жест давай лучше это сильно не будем разрывать вот это вот говнецо помните под салфеточкой и ну ты же умный человек ты же понимаем как в случае необходимости сносится рейтинг любого персонажа который претендует российские реалии скажем конкуренцию с путиным наблюдали кокаин и разорвали себя гранат произошло это с груди не нам вертикальный пример не будем править эта система отработана вы прекрасно знаете что я начиная 91 года ненавидел просто все то что у нас вот здесь происходило мне не нравилось наш не наши стеблишмент но конечно ему было скучно человек привыкший убивать ему скучно в мирной жизни да он достиг он заработал кучу денег лучше лучше чем парижанин живет да а чем заняться сноубордом бы занялся или чем-нибудь еще адреналина не хватало парню ни наше западничество не нашли либерализм не вся вот эта туфта разнообразные нет было не симпатично я не не переставал про это говорить мне говорили а ты внутри все этого живешь даже живу пользуюсь более того но мне все это не нравится я дожил до того времени вот там вот лимонов не дожил какой он счастливый он дожил до этого времени о котором мечтал он мечтал об этой войне вот почему я взяла его на разбор теперь вы понимаете надеюсь а теперь давайте по его манипуляциям пройдемся потому что манипуляции такие люди часто используют люди с интеллектом конечно же они знают как манипулировать общественным сознанием и слушателями как развешивать лапшу на уши и давайте начнем первые четыре манипуляции в этом ролике и так в любом случае уровень насилия вот из-за всего что происходит последние два года сильно увеличился то есть ну лучше то точно не стало то есть мир погрузился в какой-то абсолютную вот эту кровавая миссия мы виноваты что никак с этим не связано у нас там своя была история она длилась 14 года ну это вот мне кажется просто эффект белого человека вот белый человек он заметил что происходит в израиле я вам еще раз говорю что в мире постоянно происходит десятки разнообразных конфликтов вот первая манипуляция которой оперируют те кто за эту сво ведь в мире столько несправедливости почему я должна париться по этому поводу да у соседа убивают но пусть убивают меня ж не убивают правильно у меня в холодильнике что-то есть ну столько несправедливо столько войн в мире что вы все за этих украинцев заступаетесь уже хватит если вот этот разговор о войне обо всех этих катастрофах которые вы сами понимаете который меня мучает который мучил тогда но нас моего моего стопада всех мучил вот если мы все-таки оставим на минуту за скобкой и с чего это вдруг мы должны оставлять это за скобкой вообще вот это чистейший смещение фокуса внимания то есть зачем нам говорить об этом здесь я не очень силен давай мы поговорим о другом где я хорошо подготовился это тоже как только вы чувствуете что вас уводят на другое поле возвращайте на это поле и заставляйте отвечать собеседника потому что вот такие вот они вас уведут и вы не заметите как потеряете нить повествования поговорим о другом то вот так конфигурации которые сегодня складывается в мире она для меня кажется необычайно предпочтительны и радостны и имею ввиду брикс и все прочие сопутствующие вещи которых я говорил и мечтал вы меня как бы используйте как вы главу общественный поля смотрите когда пошли вопросы по поводу тех кто тоже поддерживает до соратников вместо того чтобы их но он пытался поддерживать поддерживать а потом понял что у него аргументов не хватает и сказал а чего вообще у меня спрашиваете да и кто я такой идейный вдохновитель перед нами сидит это тот кто с четырнадцатого года писал свои эти книжонцы книженцы про то как надо я не читала это это этот шлак и слава богу ну вот это тот кто это все заваривал в наших головах палаты я не при я не смотритель за грулевым за соловьевым за всеми остальными наш министр обороны никогда так не скажет про украинцев наоборот мы с утра до вечера говорим что теперь пошла демагогия родные ненаглядные наши братья которых мы идем освобождать вместе с тирадой то есть он часто использует тираду не дает собеседнику сказать он вот пропихивает пропихивает быстро быстро говорит какие-то вещи да и вот демагогия то есть мы в общем-то хорошие да очень хорошие просто а еще пойдемте дальше по манипуляциям продолжим их ну вы же демократы гуманисты вы же понимаете что мир гораздо богаче чем европа не гуманина вы-то много про это говорить я всегда говорю что милитаризм люди воюют что есть а здесь смотрите какая грамотная манипуляция нащупываешь ценность собеседника и давишь на него этим ну вот кстати он это использовал в начале когда сказал ксении но мы же с тобой какие умные там или какие то ну то есть что ксения скажет я не умная что ли не но в принципе вот если спокойно относиться к этому и вот у вас нет вот этих зацепок вообще такие манипуляторы они как правило очень четко человека от ну как прощупывают до психологически и вот как только они находят какую-то зацепку на эту зацепку они обязательно надавят и здесь получается зацепка всего западного общества это гуманизм да это здравое отношение к человеческой жизни до ценность человеческой жизни которая кстати я не стала уже этот фрагмент ставить по поводу того что мы к своим детям плохо 1 ну в общем там много много всего было да так вот и вы же гуманисты вот и ведите себя как гуманисты что вы что вы вмешиваетесь мы мы на себя такую роль не брали поэтому мы можем вести себя как захотим то есть это философия преступников да вот это те гопники которые у вас во дворе может быть не дают вам проходу которые грабят вот они как раз не берут на себя вот этой роли и тем самым становятся как бы свободней да а мы вот люди которые получили высшее образование там какие-то принципы до эмпатию в конце концов которая в нас с древних времен как-то вот воспитывается вот это все он говорит ну это ж вы вы такие а мы другие мы ведем себя так как хотим вот она психология убийцы вот чему он научился пройдя чеченскую войну и вот что он несет всю свою сознательную жизнь понимаете кто перед нами нации что одна нация может другую поглотить я же у меня другая песня и не гуманист ну я не верю просто в этот гуманизм как то который он давно уже просто отыграли как то вот раздают у меня гуманизм я побил твой милитаризм конечно это ему неудобно преступник неудобно быть гуманистом потому что преступник он убийца а не гуманист понимаете и он четко говорит но ты же не не преступник это я преступник я могу тебя убить а ты меня не можешь убить поэтому у меня все все козыри в рукавах а все люди воюют конечно люди друг друга убивают сносят целые кварталы взрывают власть зачем кстати вот этот жест это про прошлое он вспоминает прошлое то есть было было все было это преступник перед нами мания опять дала 100 леопардов украине есть вот вот мерзавцы дали 100 леопардов так бы мы их убили тихо и вы бы даже не заметили а чё вы вмешиваетесь вообще наглецы если бы западный мир сша первую очередь не включились вооружением деньгами поставками специалистами и наемниками в том числе в украинскую войну конечно мы закончили бы ее там ну это хорошо не через три дня не через три месяца но там полгода были все бы мы это разумеет конечно нет вот уже не вспоминать там что там вот сколько погибло сколько ну так вот но смотрите как интересно есть вина да но ее же можно уменьшить да он он прекрасно понимает это мы манипуляция уменьшение вины обесценивание этой вины и еще давайте зашло мы уже в другую игру уже играешь оказывается все это время он играет в игру ребята вот все кому там разрушили дом кого поубивали это он играется так понимаете и другие его товарищи которым было скучно все эти 20 лет или сколько без войн что это такое как вообще застоялись ребята кто-то спился кто-то снаркоманился да и нам же надо развлекаться как-то вот мы сейчас развлекать играем оказывается вот она в а я так дура думала что это происходит оказывается эта игра они нормально просто перешли в статус российских граждан чувствуется совершенно спокойно кому это не понравилось они выехали остальные большинство просто живут теперь в россии и ничего ну там самый большой замечательно вообще знаете а почему бы не развязывать вот эту войну до вместо этого не дать людям землю какие-то деньги чтобы они построились у нас в россии в россии так много земель дальний восток осваивать надо в конце концов почему бы не дать этим людям это гражданство которое они хотят если кто-то хотел гражданство то почему не помочь этим людям раз мы такие гуманны с одной он кстати там еще про гуманность что-то все-таки расскажет нам какой он добрый но вот вот он там путается в показаниях знаете когда надо он добрый когда не надо он вы гуманисты я преступник ну как бы я я не за это да ну то есть вот это вот передергивание до передергивание сейчас я такой завтра я такой и вот сейчас благость они принесли украинскому народу так что украинцы вообще чё чё вы возмущаетесь тут пришли благотворители какие так он еще не только это считает что мы для украинцев сделали еще много чего мы сделали хорошего давайте слушать этим был там четыре тысячи человек вышло ну там с ними поговорили поработали фсбшник я сторонник сохранения украинской культуры то есть четыре тысячи человек вышло с ними поработали фсбшники и они заткнулись то есть понимаете да вместо того чтобы помочь людям да возможно кто-то хотел в россии жить но у тех людей была возможность продать свою недвижимость там переехать в россию да если россия такая добрая дала дала бы какой-то зеленый свет да в конце концов с гражданством помогала бы у меня кстати мать вот только сейчас хотя ее не поддерживаю но оформила гражданство но понимаете да вот вот так вот вместо того чтобы пригласить тех людей которые были за россию которые хотели стать россиянами они решили что а чё может и их квартиру лучше забрать зачем нам вообще люди нужны нам нужно нужны территории да ну и пошло-поехало русского языка я все а еще я забыла нам же еще поиграться надо вот это же еще тоже главный договорил что это мы действительно должны сберечь и культуру самосознание этого народа и я вас за это очень уважаю я занимался все как бы эти два года другими вещами я создавал военные подразделения находился не на донбассе и в херсонской области и так далее я не занимался отсматриванием новых вещей новых трендов культуре но знаете плакать хочется когда слушаешь этого цинька да значит дальше следующий фрагмент там вот эти бомбардировки звериные там донецка 14 15 года они не останавливались дело в том что плечом дергает то есть что-то он там не знает толком но говорит никакой народ не может позволить себе существовать в межумочном состоянии когда у них нет автономии когда у них нет ощущения завтрашнего дня более того замечательно ребят а сколько народов живет в россии у меня возникла в связи с этим дикая идея ребят а почему они не требуют автономии ну вот гиркина надо освободить пусть он автономию организовывает вообще у нас столько автономии в россии можно создать зачем этот донбасс вообще слушать и так в донбассе там на самом деле ну украинцы на самом деле там вот допустим у нас в россии так много народов так пусть каждый народ себе территорию отхапает и живет чуть-чуть действительно чуть и куда-то в россии можно это делать но нет надо же у соседа это замутить да зачем у нас у нас надо чтоб было все гладенько а вот там можно и порезвиться ребят наше государство вот наша власть захватив если вам угодно или освободив там запорожскую херсонскую области тут же предложила захватив но вот он сказал да и вообще украинцы вы обнаглели я вам скажу смотрите что человек говорит украинский язык в качестве второго государственного учебники по украинскому языку и разные прочие вещи которые показывают как власть у нас настроена вы нам отдайте все свое имущество а мы вам разрешим дополнительно разговаривать на вашем языке вот какие у него условия добрый человек пришел елки-палки чем мы все на него взъелись и за границы его бедного не печатать ох как плохо ну а теперь по поводу будущего и его состояние счастья да все таки совесть у него есть и несмотря на вот эти вот все манипуляции и все такое тело не обманешь и давай тело не обманывает и давайте посмотрим что на самом деле он скрывает и что на самом деле говорит было безо всяких разговоров понятно сразу же мгновенно что мы туда оба уедем с первого с 22 24 числа мы знали это уже оба наверняка конечно чаще убийцам делать в мирной жизни то конечно же они с первых же дней с первых же минут как только узнали они обрадовались что наконец-то коням поскакать на на свободе да вот делать то что мы умеем ну а что еще он умеет делать вот только это там просто нужно было придумать новую форму захода мы и мы ее придумывать потому что изначально видите ногой отступает то есть здесь неуверенность в чем-то да вот какие-то вещи которые довольно ну вот как сказать на отступаем мы отступаем телом когда чего-то либо боимся либо сталкиваемся с каким-то препятствием либо подавленность какая-то да то есть вот здесь он продемонстрировал нам подавленность да или там какие-то препятствия которые они думали как их обойти и соответственно вот это отступание ногой дальше хотел вот какая она прекрасная россия будущего глазами захара прилепина 3 года спустя так то же самое сможете ее описать вот в несколько мы своих убеждений меняем я считаю что россия имеет все возможности для того чтобы стать в центре глобального мирового переустройства и даровать себе и иным континентом права равного существования в культуре в политике и т.д. и т.п. выйти из в самом широком смысле слова колониального влияния западной цивилизации это сверх задача она совершенно упоительная понимаете я еще раз говорю счастлив что и каждый маньяк мечтает захватить мир вы сейчас ее продолжали счастливы если это прямой вопрос испытывали счастье с утра до вечера и ногой отступает конечно конечно же совесть не запрячешь очень далеко жаль конечно что он не вынес никаких выводов из этого покушения и мне очень жаль вообще видеть это лицо не знаю для чего он остался ну я спрашиваю у вселенной наверное есть какой-то смысл в этом может быть когда-то ему дадут возможность покаяться но сейчас конечно же это пурга которая более грамотно преподносится нам нежели читая цыгановых нам это излагала но при всем при этом нет не убедил у меня ни в одной из своих теорий и я думаю и себе он врет я не верю ему а я верю только тому что ему очень интересно порезвиться на природе для него это игра понимаете вот перед нами человек который наслаждается он больше ничего делать не умеет видимо в книгах пропало вдохновение или что-то еще и он решил что он обрадовался обрадовался этой и свое но к сожалению сейчас много вот этого всего всплывает да и мы наблюдаем поэтому знаете теперь кто это такой и что вот такая у меня сегодня такой у меня сегодня разбор я не знаю многим наверное не понравится но я считала своим долгом это показать и разобрать потому что нельзя оставлять это незамеченным потому что преступник по сути признался в своих преступлениях да я с вами прощаюсь ненадолго потому что у меня еще много разборов накопилось я их уже подготовила сейчас просто этот разбор сделала внепланово поэтому оставайтесь со мной не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео напишите свое мнение по поводу этого разбора и вообще по поводу этого человека я кстати в самом интервью там почитала там столько поддерживающих считающих его культурным человеком вот знаете это иллюзия когда человек умеет красиво излагать свои мысли он как бы априори он как бы умный культурный эмпатичный и так далее да вот мы ему приписываем все хорошие качества но на самом деле сейчас такое время когда нужно отделять зерна от плевел вот в данном случае даже вот под всей этой личиной культуры и всего такого прячется маньяк и убийца поэтому пожалуйста будьте осторожны вот с такими людьми общайтесь как можно дальше а лучше вообще не общайтесь да жаль конечно что такое разочарование да я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока